Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. О, снова разговоры о том, как убить убитая. Вроде того, Капитан Очевидность, но не совсем. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, Капитан Очевидность. И очень важное обсуждение. Поговорим об убийцах Warface и в целом состоянии жанра шутеров. А поговорить тут, поверьте, есть о чём. Что касается убийц нашей любимой игры, выход которых многие из нас ждали, многие верили, что если эти игры и не убьют нашего любимчика, нашу прекрасную помоечку, то хотя бы дадут нам какое-то дополнительное увлекательное разнообразие. У меня тут целый список образовался, и вы знаете, он далеко не полный. И всё же давайте с ним ознакомимся. Айрон Сайт, Бэтл Карнивал, Скилл Спешл Форс 2, Блэк Скваб, Зула, и, конечно же, легендарный Калибр, Симулятор Спецназа. Сюда можно было бы, конечно, присобачить ещё Батл Тимс 2, но Батл Тимс 2 никогда и не пытался, собственно говоря, соперничать с Warface. Батл Тимсом, он изначально был задуман как замена Кроссфайру, и пока что, мне кажется, с этой задачей он неплохо справляется. Однако остальные, вышеперечисленные, а что у нас там получается? Да, практически все уже трупы. Айрон Сайт еле-еле как-то вроде существует, непонятно в каком состоянии в Стиме. От Калибра, собственно говоря, тоже все открестились, а 1С теперь сама его делает, пытается там чё-то какие-то, я не знаю, крохи там играют. В общем, грустно. Зула отправилась обратно к себе в Турцию. За Блэк Скват я вообще, по-моему, давно ничего не слышал, но вроде тоже где-то в Стиме там пару человек играет. Скилл Спешл Форс 2 вообще нагнулся, как, кстати, и Бэтл Карнивал. И это ведь, как я уже говорил, далеко не полный список. По заверениям хейтеров, были и другие многочисленные проекты, которые должны были вот-вот выйти и порвать нашу, эээ, любимую донатную помойчку. Однако в течение многих лет Warface на всё это смотрел и говорил только одно. Сосать, ребятки, вот вам по губам! И убивались исключительно убийцы Warface. А в чём, по твоему мнению, причина этого неуспеха? Причин, Капитан Очевидность, было достаточно много. Одна из самых главных причин, это, конечно же, бабулесы. Бюджеты у так называемых убийц, которые пытались найти своё место под солнцем на просторах постсоветского пространства, но они не позволяли никак с Warface вообще конкурировать. Например, тот же Айрон Сайт графически был выполнен весьма неплохо и мог конкурировать с Warface. Да и геймплей, надо сказать, был выполнен в лучших традициях той же Call of Duty. В общем, интересно так, народно, душевно. Но вот только когда над игрой работает 20 человек, регулярных обновлений достаточно часто, как вы понимаете, ждать не приходится. Да и исправление существующих ошибок, это процесс в такой ситуации очень и очень небыстрый. То есть, друзья, как вы понимаете, одной хорошей обёртки графики маловато. Надо, чтобы это постоянно улучшалось, постоянно, желательно каждый месяц или даже чаще были какие-то обновы. Для этого опять же нужны деньги. Но вот проблема, а где взять деньги? Особенностью игрока с постсоветского пространства является то, что наши игроки не так пока ещё падки на косметику, как ребята с запада, понимаете? Чаще всего наш игрок ограничивается покупкой боевого пропуска, и на этом всё в основном-то и заканчивается. И поэтому Warface с его коробками удачи, за кредиты, випками и прочим-прочим-прочим, конечно же, по финансам выигрывает, ну просто с огромным отрывом у всех этих проектов. Но неужели нет никого, кто мог бы создать действительно хорошую замену? А ты знаешь, Капитан Очевидность, есть те, кто могут создать отличную замену без проблем. Только это им не надо. Можно ли создать нечто, что действительно, можно сказать, убьёт Warface, перетянет большинство его игроков, которые до сих пор играют именно в Warface, на свою сторону? Конечно, можно. Только заниматься этим должна настоящая ААА-студия, понимая особенности наших игроков постсоветского пространства, их вкусы, в том числе графические, внешние, да, там, предпочтения и так далее. Учитывая особенности геймплея, механик, которые нравятся игрокам, которые играют, соответственно, в Warface. Всё это могут сделать настоящие профессионалы, с огромными деньгами, с огромным штатом разработчиков. Всё это, конечно же, вполне возможно. Но! Стоит вопрос. А зачем? На данный момент онлайн Warface крутится около отметки 30 тысяч. То есть, вы хотите сказать, надо пустить огромные деньги на разработку, подключить какие-то топовые студии, чтобы создать игру, которая будет бороться за комьюнити размером в 30 тысяч. Понятно, что кто-то ещё прилипнет, но вот как бы основной удар приходится сюда. Не находите, что это немножко странновато? Был бы сейчас какой-нибудь 2017, когда Warface порой собиралась на пике 200 тысяч человек. Это да. Это, извините меня, тогда очень даже был уровень. То есть, замену Warface мы так и не увидим? Я думаю, Капитан Очевидность, что таких игр, подчёркиваю, не будет в ближайшее время. Но не вообще не будет. Понимаете, друзья, сегодня большинство ААА-студий действительно крутых, они не пытаются делать нечто наподобие Warface. Нечто наподобие Warface у нас есть обычный Call of Duty. Не Warzone, а обычная. Это вот что-то наподобие Warface. И этого большинству абсолютно хватает. Попытки сделать нечто вроде Call of Duty, они были в индустрии неоднократно, и, как правило, конечно же, большинство этих попыток провалилось. Абсолютно. Как, кстати, и попытки сделать очередной Battlefield. Эти две серии игр существуют, и люди там играют. Никто туда не рыпается. Эти ниши, прямо скажем, заняты. По этой самой причине сейчас студии, которые разрабатывают какие-то экшены, шутеры от первого или третьего лица, они больше метят в сторону голодных игр. Например, Королевских битв. Однако, вы знаете, даже здесь, должен заметить, уже становится очень тесновато. И мне кажется, у многих могут возникнуть серьезные проблемы. И встанет вопрос, а что же в итоге разрабатывать? Мне кажется, в свое время к таким же выводам пришла и команда Миши Хаймзона. Да-да-да, те самые Пиксагон Геймс. Поскольку в Warface 2, судя по всему, не привидится, да и Миша-то вроде как уже с командой, насколько я знаю, Мейла не работает, я могу рассказать парочку деталей, которые мне известно, о том проекте, который Михаил и его команда разрабатывала. Какими-то особо большими подробностями я не владею, но могу сказать, что первое, это точно была не замена Warface. Да-да-да, игра от Михаила Хаймзона, это не замена Warface. Скорее всего, это что-то вроде Королевской битвы или Таркова, то есть очередная голодная игра. Мне совершенно точно известно, что в игре должны были быть локации с обидным количеством природы, возможно, это какие-то леса были. Кроме этого, в игре точно был предмет под названием Костюм-крыло. Но вы понимаете, надо было где-то летать или откуда-то прилетать, что-то в этом духе. Больше информации я прям достоверно и раздобыть не смог, да и, наверное, это может быть уже и не так важно, потому что что-то мне думается, что проект этот вообще уже может никогда не выйти. Это не исключено, но там посмотрим. В общем, даже те, у кого были возможности, возможности в плане людей, опыта, в плане финансов, они не стремятся делать нечто похожее на Warface. Вообще, жанр классических вот этих милитари-шутеров как-то сейчас не в почете. Я об этом уже не один раз говорил, но, по-моему, именно так оно и есть. На данный момент есть два основных поджанра, два основных направления, куда стремятся большинство разработчиков. Это либо какие-то голодные игры, что-то в этом духе, то есть королевские битвы, какие-то рейды типа Таркова. А также, конечно же, киберспорт. И тут в основном имеется только два игрока. Это Counter-Strike и, конечно же, Valorant. Таким образом, понимаем, что большинство все-таки, конечно же, будет идти в сторону голодных игр. Королевские битвы, какие-то рейды типа Таркова и т.д. и т.п. Типа Ханта, вот в этом духе. Но точно не милитари-шутеры а-ля Warface. Вы знаете, это по большому счету прошлый век. Таких игр было достаточно много, единицы из них выжили и, в общем-то, доживают свой век. Да уж, не просто сегодня хороший шутер сделать. Да, Капитан Очевидность, именно так. Это самый настоящий кризис шутеров. Наверное, кто-то скажет, что это плохо. И, возможно, для нас, людей, которые любят определенной механики, определенный стиль, это плохо. Но, в целом, это нормально. Это естественный процесс. Объясню, друзья, на примере другого жанра и его поджанров. А именно на примере стратегий. Когда мне говорят слово стратегия, я всегда прошу уточнить. Потому что слово стратегия может означать все, что угодно. Это может быть, допустим, моба-игра, типа доты. Это может быть РТС, типа Старкрафта. Это может быть что-то типа третьего Варкрафта с героями. Там уже совершенно другой геймплей. А это может быть что-то вообще, типа героев первых, вторых, третьих, четвертых. И это совершенно другая игра. А может быть какой-нибудь Херс оф Айрон. Или может быть цивилизация. Это все стратегии. Но они совершенно разные. И вот, друзья, на данный момент один из поджанров, некогда самый популярный, фактически, вымер. Его больше, можно сказать, не существует. Во всяком случае, на высоком каком-то опять же ААА уровне. И речь, конечно же, идет об РТС. То есть стратегии в реальном времени. Такие как первый и второй Старкрафт, первый и второй Варкрафт, ККНД и прочее. Таких много было. А еще у нас Red Alert есть серия. Действительно, то есть игр вроде как хватало, но что-то в последнее время они практически на нормальном техническом уровне, такие, знаете, солидные проекты, выходить перестали. Исключение, наверное, ну, тот же самый второй Старкрафт и все, которому уже, извините меня, на данный момент сто лет в обед. С чем это связано? Да ответ прост. Людям куда больше зашел жанр моба. То есть Дота или Лига Легенд. Потому и выпускать стратегии в реальном времени какого-то смысла особого, честно говоря, и нет. И тут мы можем задать вопрос. А когда-нибудь стратегии в реальном времени вновь станут популярны? И понимаете, друзья, мы не можем уверенно ответить на этот вопрос. Возможно, действительно, мода на этот поджанр вернется. А возможно, мы этого не увидим уже никогда. Вот та же ситуация у нас происходит и, собственно говоря, с такими классическими шутерами, где много режимов, где у нас есть подрыв, при этом достаточно казуальные какие-то механики. Это все стало большинству не так интересно. Я, конечно, понимаю, что есть вы. Я понимаю, что есть я. Да, нам нравится. Но разработчик, особенно солидный разработчик с нормальными деньгами, с нормальными бюджетами, с нормальными возможностями, он ориентируется на большинство, а не на комьюнити в 30 тысяч человек. Так что, скорее всего, он сделает нечто кибершпротное, типа Валоранта или Конто Страйка. Либо создаст очередную королевскую битву или другую разновидность галлонной игры. В общем, ждать не стоит. В ближайшее время, Капитан Очевидность, я практически уверен, что нет. Опять же, никто не будет тратить огромные деньги, они действительно большие на самом деле нужны, чтобы иметь большую студию, создать какую-то игру похожую там очень на Warface, чтобы вам и мне понравилось. И при этом ее постоянно поддерживать на высоком уровне, чтобы там все было хорошо, чтобы сразу рейтинги работали, чтобы прямо отлично урон проходил, извините меня. Графончик был суперский, т.д. и т.п. Кому это надо? Тем более, на постсоветском пространстве, где Warface популярен, тебе все равно надо будет делать Pay to Win проект, иначе он просто сдохнет без денег. Вот и все. Вот такие вот пирожки. Я каждый год, создавая видосы про убийц Warface, или про онлайн, или про что-то еще, да иногда просто читая комментарии под рандомными какими-то видосами, вижу то, что люди говорят. Не все не то. Вот все не то, везде не так, мне нравится только Warface, вот такого нигде нет. И так, по-моему, было всегда, когда я делал видосы. Ну, то есть, наверное, с 2014 года вот все одно и то же я читаю. Однако, было 150 тысяч онлайна, в 2017-м даже 220 тысяч онлайна, а сейчас 30 тысяч онлайна. Как это так получается странно, вроде люди никуда не могут уйти, но в итоге все-таки уходят. Объясню, друзья, если вам кажется, что вы способны играть только в Warface, и вам больше ничто никогда не зайдет, вы глубоко ошибаетесь. Как ни странно, вам может зайти какая-нибудь новая королевская битва, или какая-нибудь голодная игра. То есть, мне частенько пишут люди, блин, Рокутагин, ты не поверишь, вот в Апексе так классно, как в Warface, только лучше, давай сюда. Или, например, Рокутагин Тарков, это как в Warface лучшие годы, пойдем туда играть. И поверьте, друзья, мы с вами услышим подобное еще не один раз. Вы не настолько однозадачны, как вам кажется. Рано или поздно вам понравится что-то еще, причем это может быть вообще даже не шутер, вот запросто. Начнете задротить какой-нибудь новый Path of Exile 2, хотя раньше подобные игры вообще вас не привлекали. И все, и все, и обо всем остальном вы сразу забудете, это будет ваша любимая игра. Но если говорить о каких-то прогнозах, то я думаю, скоро, возможно, не исключено, появится истинная мода на гибридные сетевые шутеры, друзья. Это и будет новая ниша, куда устремятся многие и попытаются занять свое место под солнцем, как было в свое время с киберспортивными шутерами до этого и примерно в этот же период. Естественно, с милитари-шутерами типа Warface. Потом то же самое было с королевскими битвами и сейчас образовывается, по моим наблюдениям, можно сказать, новый поджанр шутеров. Это PvP-Ve шутеры, именно так, гибридные, то есть тут и PvP и PvE все в одном. Причем жанр этот, знаете, это не нечто совершенно новое собранное, он образуется из других поджанров шутеров, например, из королевских битв или игр, где есть рейды. В Escape from Tarkov или Hunt Showdown есть противники-боты, в Hunt Showdown их вообще большинство, это зомбари, собственно говоря, вокруг них все и крутится. Таким образом, игра потенциально может зайти игрокам, которые нравятся PvE-контент, нравятся выполнять какие-то задания, то есть это игроки немножко другого характера, других привычек, нежели классические PvP-шники. Но в то же время и для PvP-шников есть чем заняться, и в любом случае и те, и другие будут заниматься примерно одним и тем же, то есть PvP-шник, он все равно будет задействован в PvE-контенте, а PvE-любители, он в любом случае будет так или иначе соприкасаться с PvP-игроками, им придется как-то между другом соперничать. И это совершенно другое, это совершенно другой геймплей, и это, по сути, новый поджанр. Ботов стало теперь модно добавлять везде, даже в Fortnite теперь, друзья, есть боты. Недавно заходил, играл нулевую высоту. В принципе, ничего, но это отдельный разговор. В общем, в общем, сейчас жанр шутеров обзаводится потихонечку новым поджанром. Это выживание, но не то, что мы привыкли в королевских битвах, но нечто новое. Это сочетание PvP и PvE-контента, а возможно, появятся еще какие-то интересные гибридные режимы. Но в целом, именно сюда сейчас жанр шутеров и движется, соединяя PvP-шников и PvE-шников. И я думаю, что-то именно выполненное в таком стиле выстрелит в ближайшие несколько лет и станет легендарным. Ну и, естественно, остальные пойдут на подсосик, как всегда. И еще один-два проекта смогут занять свое место пансонцам. Как было с королевскими битвами. Вот так, друзья. Возможно, многих из вас я расстроил, потому что сказал, что Warface 2 сдать не стоит. Действительно, не стоит, как игру Миши Хамизона, потому что это не будет Warface точно, даже если она выйдет. Возможно, кого-то я и обрадовал, потому что, судя по всему, жанр движется туда, где многим кто любит своими клешнями похлопать и ботов пострелять. Будет интересно. Ну, в любом случае, я старался проводить какие-то аналогии с другими жанрами, например, стратегиями. Основываться на каких-то исторических алгоритмах и моих личных наблюдениях и соображениях. А свое мнение можете высказать в комментариях. Будет интересно почитать. Желаю вам самого главного вместе с Кэпом. Счастья, здоровья и любви. Увидимся с вами. Счастья, здоровья и любви.